Мы на месте. Мы приветствуем Анну. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в свое биополе на период сеанса. Она полностью закрыта этой голограммой, она пытается туда выглянуть. Не видит ничего. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Анну. Отключи эту голограмму, включая все чипы, датчики, импланты и конвекторы от этой голограммы, с ней связаны. Все это отключается, выходит из ее биоробота. Отключается моя ДНК. Отправляем все, как выйдет в клетку-тюрьму. У нее как живые какие-то энергии, они все шевелятся, вышло в клетки. Так, сканер, дай мне полноту души на начало работы. На цифру идет 50. 50 процентов? Да. Может там часть тонких тел в этой голограмме? Это мы вытащим. Мне важно узнать, сколько на начало работы. 50 процентов, это конечно. Даю команду, значит, 3 сканера сканирует пространство над головой Анны под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анны, находит все. У нее еще на шее висит такой огромный булыжник, и ей тяжело она дышать. Дышит тяжело. Хорошо, с силами его намерения снимаю этот булыжник, отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. А здесь бес? Бес. Инкоп. Есть. Резард. Есть. Гуманоид и ящер. Вот, какая веселая компания. Откуда гуманоид? Снимаются маски и голограммы. Все в клетке. Представили согласно своему эфирному коду ДНК. Если гуманоид и ящер с кем-то связаны, выстраивают в них каналы к другим ответственным, притягивая всех ответственных в клетку-тюрьму, стоят в клетке-тюрьме. Они ни с кем не связаны. Гуманоид показывает место, откуда он. Здесь много разных сущностей, разного вида. Это как огромный какой-то... Я базар назвала. Просто они ходят между каких-то... В каком созвездии от Земли находится ваш базар, ваша цивилизация? На каком расстоянии от Земли она находится? Одна из звезд, а в лапе созвездия льва. Понятно. Хорошо. И какие цифры у ящера над головой, Вера? 706. Ух ты. Ящер, а чего ж ты такой большой и здесь находишься? В чем причина? Он маг. Он маг? Да. Ну, хорошо. Ты маг, я маг, мы все маги. Тем не менее, ты стоишь сейчас в клетке-тюрьме, где не действует твоя магия. Итак, я спрашиваю, на каком основании ты находишься в этом биопуле вместе с гуманоидом ящера? По ее согласию нахожусь. По ее согласию. Хорошо. Да, я ей повесил. Медальон. Улыжник этот, камень? Да. Это медальон? Медальон ученицы моей. Давай начнем насчет ученицы. Вернее, начнем со следующего. Сейчас мы начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать вам вопросы, и мы все выясним. Я ее командую тонкой копией Анны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродный негатив. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Мой первый вопрос к ящеру и гуманоиду. У вас есть контракт с ней? С Анной? Есть ее согласие. Для нас этого хватает. Хорошо. На какое учение вы зашли? О, это не было учения. Откуда она информацию получила, через которую вы зашли? Через мой оракул. Твой оракул. Значит, ты, у тебя есть какой-то представитель на Земле, который работает с твоими знаниями, и у тебя есть какой-то оракул. Который вещает. Но я понимаю, это оракул, это канал на Ютьюбе, через которого она получала знания. Скажи мне. Не обязательно. Нет? Не все так просто работает. Есть люди, которые улавливают тонкую информацию, но не задумываются, откуда она идет. И кто ее дает. Ей хотелось лечить, и она лечила. Понятно. Это обоюдное согласие. Возразить мне нет причины. Тебе это ее было желание. Здесь все понятно. Ты зашел на ее добровольное согласие. Как назывался твой оракул или какое-то учение? Это космология? Это что? Нет. Это личные амбиции. Как я уже сказала, она хотела лечить, она лечила. Скажи мне насчет лечения. Она кому-то могла помочь? О, да. Чтобы затянуть дальше, нужно иметь результат. И она его имела. И ты помог ей в достижении этих результатов. А как же. Это же согласие двухсторонное, обоюдное. Я так понимаю, она заключила добровольно с представителем вашей цивилизации или с тобой лично договор. Вы помогаете ей в лечении. И получаете что за это? Он показывает на соседнюю клетку, где находится ей половина. Вот так вот. Вот такая вот цена. Меня еще интересует, Анна знала, с кем она заключает контракт? Или ей это было все равно без разницы, у кого она просит эти дары, в кавычках? Открыто не знала, что она работает с ящерами. Хорошо. Это была ее высшая я с моей стороны. Насчет высшего я объясню. Это ты общался под именем высшего я с ней? А как же. Какой ты креативный ящер. Хорошо. Это же просто. Вы не проверяете информацию, но чувствуете тонкий план. Бросаетесь с головой. А куда? Не понимаете. А потом ищете снятие согласия или контракта. И своей работой я могу только этот подтвердить. Так и есть. Когда 50% отщеплено души и тела. Это в принципе уже сумасшедший дом. У нас люди с потерей души обычно заканчивают свое существование психиатрией. Потому что им постоянно не будет хватать ее души. Далеко ли она находилась от этой грани? Скажи-ка мне, ящер. Я скажу, что частицы не были перемещены пока. Поэтому она в стабильном более-менее состоянии. Ей повезло очень сильно. Но из этих 50% ты мог бы сделать очень много ее копий. И на этом бы ее спокойствие закончилось. Так как они работали бы потом на рабских работах. Покойствие заканчивается после поднятия. Пока копии рядом. И дискомфорт. Дальше это потеря души. Об этом я и говорил. Реверс закончился, Вера? Да. Турнали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Анна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Сили потоки в 50 раз. Какой у нас бес, Вера? Посмотри, пожалуйста. 9. Сколько ты находился в этом биополе? 6 месяцев. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 2 года. Лизард, ты сидел в сердечной чакре? Да. Сколько ты находился в биополе? Сердце и горло затрагивало. Понятно. Сердце и горло. 2,5 года. Хорошо. И гуманоид с ящером, сколько вы находились в этом биополе? 4 года. Он показывает, как они видели, что она чувствует волны. Пробивались со своей стороны. Так началось. Все понятно. Ждем окончания реверса. Готово. Сканер, дай мне полноту души Анны на настоящий момент. 100. 100% Анна. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Пес, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Анны? У нее горло, грудь от этого оракула. От камня. Хочешь получить эти лярвы? Хочет. Значит, тогда выходи сейчас. Отключайся полностью. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. На месте, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. У него в ногах как такой тазик. Который он собирал все, что сливалось туда. Темнота, да. Хорошо. Достала. Разрешайте забрать все лярвы. Снимай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Горло, сердце и на голове тоже. У меня есть лярва сверху. Все снимай. Готово. Инкуб, выходи. Отключайся полностью. Накидка была в биополе? Нет, нет. Накидки у нее. А что ты ей поставил? У нее ремни какие-то. Он показывает. Он в этих чакрах спал из-за живота. Снимай все. Возвращайся назад. Как свежесть у нее должна была быть там от него? Скорее всего и было. Снимай все. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо. Все свои энергии собирай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У него какая-то сетка на горле. А зачем эта сетка? Объясни ее предназначение. Супение. Он какие-то дела этой вибрации показывает. Горли были у нее. В горле у нее скребло от тебя, да? Она нам писала. Были какие-то симптомы, что у нее в горле, по-моему, скребет. Твоя эта работа была? В большинстве случаев. Хорошо. Импульсы ее он чувствовал. Вибрации менялись. Что хотела, получала. А он получал ее энергию. Все снял. Гомонайт ящер. Что-нибудь осталось на вашей чистоте? Что я еще не вытащил? Да, осталось на голове. Хорошо. Скэнер отключить то, что над головой. Вытащи полностью. Как все это выходит, отправляя в клетку тюрьму. Что там было над головой? Тарелка? У меня как ободок и валь идет. Со всех сторон. Под ключкой вниз. Все вытаскивается, идет в клетку. Готово. Идем дальше. Все все вытащили. Даю команду на рассинхронизацию Анны с бесом, инкубом, лизардом, гуманоидом, ящером, голограммой их и булыжником. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо. У меня вопрос ко всем присутствующим. Кто из вас присутствует еще в квартире? Анны? Бес присутствует. Хорошо, бес. Сейчас у меня сегодня нет заказа на чистку квартиры. Я тебе рекомендую забрать. Я тебя сейчас отпускаю. Зайди в квартиру. Собери все, что ты там оставил. Все свои подключки. Потому что если заказ получит, я приду в эту квартиру, вытащу тебя. И тогда у нас будет совсем другой разговор. Если ты хочешь его избежать, добровольно собери все и уйди в другое место. Все понятно? Ему понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Инкуб. Тебя касается то же самое. Твоих услуг больше никто не нуждается. Готово уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И лизард. Тебя тоже самое касается. Больше ты в это биополе никогда не придешь, если не хочешь быть уничтоженным. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте лизарда. Забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. И давай-ка проверим, пока у нас здесь все находятся, аннулирование контрактов и договоров проведем. Не осталось ли там что-то? По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Анна должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, а тонкая копия повторяет за мной. Я. Контрагенты, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У нее лист вышел как соглашение. Это активный? Она вложила свое намерение в него. Она хотела лечить. Хорошо. И она лечила. Понятно, Анна. Вы готовы расторгнуть этот контракт? Готова. Повторяйте за мной. Внутри я стараюсь собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. У меня идет синяя энергия с третьего глаза. Ей нужно правильно распределять и правильно понимать ее. Она потратила ее не туда. Она потратила ее не туда. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро. И все аннулированные контракты и договора вместе с их фантомами уходят на переработку. Закрываю печаты и растворяю. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя. Ли, у меня здесь 706-й ящер, маг и гуманоид, непонятно откуда, с какого-то очень далекого, со звезды он. Сидели они 4 года. 50% души мы вернули из голограммы. Ей повезло, что они еще не успели переправить эту голограмму в свой мир. Мы все забрали. Все находится в клетке тюрьмы. Голограмму вижу. Голограмма пустая. Их забираем. Ну и голограмму я тогда уничтожу, да? Да. Под голограммой и камнем открываю воронку в галактическое ядро, и это все уходит на переработку. Закрываю печаты и растворяю. Ты можешь объяснить мне за ящера маг 706-й уровень? Что объяснить? Какой он маг? Вроде не первый раз встречаешься. Ну да, встречались в принципе, но я не помню, что у меня был ящер-маг. Были другие драконы, были гуманоиды были, а вот ящера не видел еще. Благодарю тебя. Есть свой магия в любой цивилизации. Магия — это определенная энергия. Не думай, что магия — это чернокнижие. Хотя там тоже свои энергии. У нас совсем другое знание о магии, соответственно. Именно так. Очень много неправильных заблуждений. Я знаю, даже есть межгалактическая школа магии. Не знаю, был я там или нет, ничего не помню, но во всяком случае там обучают этой магии. Работа с определенными энергиями, артефактами и их историей. Это место называется Лэнгли. Лэнгли. Понятно. Именно так. У вас на Земле есть пара таких названий. Забрали их. Благодарю тебя. Ну что, поехали дальше. Выводцы гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Анна. Мы закончили вашу чистку. Вернули вам 50% вашей души. Убрали всех интерферентов. Вы наполнены энергиями, родными. Как вы себя чувствуете? Фантастически. Я чувствую все энергии в каждой точке своего тела. Это волшебное чувство. Необычное, насыщенное, ни с чем не сравнивая. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok